Мы привыкли, что спорткары это обязательно очень дорогие автомобили. Но полвека назад всё было гораздо проще. И сегодня я вас познакомлю с доступным молодёжным спортивным авто. Datsun 280Z. Творение Яшахика Мацу, главного дизайнера Nissan Motor Company, который и принадлежит этот бренд. Первый экземпляр сошёл с конвейеров 1975. Наш автомобиль 77-го года рождения. Модель вышла в меру агрессивной, стильной, а фирменный кузов в виде клюва быстро стал узнаваемым. Это двухместное заднеприводное купе с длинным капотом и покатой крышей. Широкие амортизирующие бамперы добавились, когда его стали поставлять в Америку. Этого требовали правила безопасности США. Под капотом рядный шестицилиндровый бензиновый инжекторный двигатель с чугунным блоком, рабочим объёмом 2,8 литра, мощностью 173 лошадиные силы. В салоне, как и полагается спорткару, без излишеств. Есть ремни безопасности и кондиционер. Кресло кожаные с подголовниками и механической регулировкой. Кстати, сидеть удобно даже высоким, что редкость для спортивных машин. Правда, в плечах узко. Перед водителем только спидометр и тахометр. Все остальные датчики вынесены на середину прибора. Рычаг механической пятиступенчатой коробки расположен прямо у рулевого колеса. На переключении нужны секунды. Но пора испытать его в деле. Да, звук двигателя с первых же секунд выдаёт его спортивный характер. Автомобиль лёгкий, весит немногим больше тонкой. В меру жёсткий, динамичный, чётко слушается руля. Хотя гидроусилителя здесь нет. Передняя подвеска независимая, задняя, спортивная, типа Чепман. Её придумал Колин Чепман, инженер команды Lotus из Формулы-1. Datsun 280Z выпускали всего три года, до 1978. Но за это время он успел завоевать популярность почти на всех континентах. Модель поставляли в Европу, страны Азии. Но особенно она полюбилась молодым американцам, которые сделали её одной из самых продаваемых спортивных машин в Америке. И, конечно же, она неоднократно побеждала в ралли Акрополис и Сафари. Невысокая цена, надёжность и хорошая динамика по сравнению с другими спорткарами того времени. Вот формула успеха Datsun. А вот ещё один интересный факт. Бюджетные модели японского бренда несколько лет назад выпускали в Тольятти на базе Лады Гранты и Калины. Правда, в 2020 году производство прекратили.